Добрый день, друзья! Несколько месяцев назад французская газета «Ля Трибуна» опубликовала интересную статью, которая называется «В Женеве орудуют воры редких книг. Грузинская мафия крадет книги, антикварные по всей Европе». Два дня назад немецкая газета «Бильд» с названием более таким емким, политическим, заявила, что воры грабят библиотеки Европы для Путина. Значит, действительно была объявлена операция Пушкин Интерполом по всей Европе. Произошли задержания от Восточной Европы, от Прибалтийских республик и до Брюсселя. Несколько членов этой банды были задержаны, куда входили лица от 20 до 40 лет, были женщины и мужчины. Все происходило в лучших традициях детективного жанра, то есть они представлялись научными работниками, которые пишут диссертацию, собирают материал по теме «Русская демократия в классической литературе». Проходили они в эти библиотеки, значит, и парики были использованы, и макияж. Женщина была якобы беременна, у мужчины были якобы переломаны, забинтована рука. Брали они книги, книги прижизненных изданий, первые печатные издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Радищева, Шевченко. Производили, замеряли эти книги, фотографировали тщательно, потом ксерокопировали, изготавливали куклы. И второй раз уже, приходя и беря этот первоисточник, пряча его, вынося из библиотеки, сдавали вот эти вот поддельные, значит, муляжи. Частный канал «Рустави-2» из Георгии сделал заявление также, что в отношении нескольких участников этой банды идет расследование по факту хищения ими книг из библиотеки имени Гришашвили. Грузинский канал «Первели» сделал также заявление и сказал, что у некоторых участников этой преступно-устойчивой группировки были удостоверения Союза писателей Грузии. Также идет расследование в странах Восточной Европы, в Прибалтийских республиках. По ордеру, который был на арест выдан Ригой, были задержаны также и в Брюсселе, в аэропорту при вылете, значит, несколько участников этой банды. То есть, чтобы осознать весь масштаб и объем их, давайте обратимся к статистике. Допустим, во Франции в библиотеке «Булак» в Париже и в Лионе было украдено книг на 650 тысяч евро. В том числе и Борис Годунов 1825 года издания. Только он стоит 70 тысяч евро. 21 книга были похищены и рукописи Пушкина-Лермонтова. В Швейцарии, в частности в одной из библиотек Женевы, было похищено собрание Пушкина. В Германии, во многих городах, в том числе в Берлине и Мюнхене, было похищено 15 книг стоимостью 100 тысяч евро. В Вильнюсе было похищено 17 изданий на сумму 440 тысяч евро. В Торту 8 книг 158 тысяч евро. В Риге 3 книги было похищено. Больше всех пострадали поляки. В Варшаве, в университетской библиотеке, было похищено 78 книг. Только там была на стоимость 1 миллион совершена кража. Итого общий ущерб составляет примерно 2,5 миллиона евро. Кто стоит за этими преступлениями и какие версии выдвинуты? Первая версия, конечно, это чисто экономическая. Захотели ребята подзаработать. Я вам уже тоже говорил неоднократно, что в Европе орудуют вот эти выездные бригады. И каждый уже в зависимости от своего развития совершает кражи либо в магазинах, либо вот подобного уровня. Вторая версия, она более такая политическая. Ее придерживается и там один профессор из Варшавского университета, подвязывая начало этих краж к 2022 году. Плюс все они очень хорошо были организованы, очень хорошо были совершены. И вывоз этих книг в Россию. Кстати, ни одна из книг в Европе не была изъята. Все они вывезены в Россию в относительно короткий срок, что говорит о том, что они бы это не совершили. То есть здесь без вмешательства соответствующих органов как бы не обошлось. Ну и как мотив еще один, что Россия возвращает свое культурное наследие назад на родину. Ну и здесь как бы в защиту и в опровержение этой версии, как бы тот факт, что, это установленный факт, что несколько книг на сумму 119 тысяч евро были проданы на аукционе Литфонд в России. Находится в Москве, в Санкт-Петербурге. Еще там представительства есть, которые занимаются непосредственно книгами. И несколько изданий было там продано. Ну как бы получается так, что приспичило Путину срочно надо деньги. Он несколько этих книг реализовал. Вот, конечно, мое убеждение такое, что первая версия имеет место быть чисто экономическое. Вот, захотели ребята подзаработать, но не получилось. Ну, теперь встает вопрос, значит, возврата этих книг. А ни одна из книг на территории Евросоюза не была, как я уже сказал, выше изъята или обнаружена у них. Вот, то есть расследование продолжается. И что из этого всего получится, как бы, наверное, мы узнаем позже. Вот такая вот информация, вот такое вот сообщение, как говорится, переход от политической темы к антикварной. Спасибо, всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok